В эфире программа Акцент. У нас в гостях чемпионы Европы по баскетболу среди ветеранов, президент спортивного клуба Севастополя Владимир Плотко и мастер спорта Сергей Цимбал. Здравствуйте, дорогие гости. В первую очередь поздравляем вас золотыми медалями клубного чемпионата Европы. Какой ценой достались? Расскажите о них. Ценой всего здоровья, наверное. Потому что на чемпионате играли ветераны, мы играли в категории 45+. И в этом возрасте уже чувствую, что ты можешь, но на самом деле немножко здоровья не хватает. И на чемпионате, конечно, мы выступили достойно по-севастопольски. Выиграли все игры в 45+. И можно даже сказать, что в 40+, мы заняли второе место серебряной медали. Наши спортсмены выступали в более молодой группе? Нет, наши спортсмены выступали в 45+, и в 50+. У нас полкоманды было в 50+, и в 45+. А в 50+, в 16 мая проходил чемпионат в мае в Севастополе, чемпионат России. И команда 50+, там стала чемпионами России. И буквально через 20 дней, через 3 недели усилили команду 45+, своим опытом и авторитетом. И победили на чемпионате Европы. Давайте посмотрим фотографии с чемпионата Европы. Непосредственно вы там были, мы можем комментировать фотографии. Ну да, это мы с командой клуба Москва. Это, в принципе, команда, которая сборная Санкт-Петербурга, Москвы. И они также хотят с нами объединиться и поехать на чемпионат мира в Атланту, в Орландо. Это в августе месяце будет чемпионат мира в Америке. И вот именно с ними у нас самая жесткая такая борьба была. Мы и финальную игру играли с ними, и как бы плей-офф, да, и первую игру с ними играли. Вот это нам вручают уже кубок чемпионский, поздравляют. И вот это наша команда. Ну а что считаете самой такой яркой своей победой? Я, наверное, в первую очередь имею вашу игру с клубом «Балтийские виртуозы». Расскажите, разгромный счет был. Лучше распоряжались все, что помельче. Моя задача больше под кольцом играть, да. Но попадали все. То, что сделали с виртуозами, можно было сделать только виртуозно, да. Забить 150 очков. Я думаю, не каждая команда мастеров, взрел в нормальном игровом возрасте, может это сделать. 150-50 счет. 150, но надо заметить то, что у нас очень высокий был процент попаданий. Мы забили 105 очков трехочковыми бросками. И 35 трехочковых забили, и при этом 66% попаданий. То есть, в принципе, у нас все забивали, и практически даже высокий самый наш игрок 2-10. Витя Костынюк даже сделали комбинацию, вывели его на трех очков. Он бросил и забил. И 100% попадание. Как вам это удалось? Ну, честно говоря, мы настраивали, что обычно при Балтике сильные команды. И здесь тоже были там и опытные игроки. Но, во-первых, слаженно. И мы уже подготовку сделали перед чемпионатом. И на чемпионате России, и с 1 июня у нас проходил открытый чемпионат Краснодарского края, где мы опять стали чемпионами. И поэтому у нас получилась очень скоростная команда. И, будем говорить, был серьезный настрой, но команда оказалась немножко слабее. Кто-то из игроков был отмечен специальными призами? Да, у нас очень хорошо выступил, как и на первом чемпионате российском, это Валера Ичун. Он на российском чемпионате был у нас лучшим нападающим. И на этом чемпионате он был лучшим игроком на чемпионате Европы. Вы вот пока рассказывали, как раз к моему вопросу, какой ценой достались эти кубки. И сказали, что ценой, собственно, здоровья травм было много. Ну, в нашей команде, ну, так, с чемпионата я видел, человек 5 увезли в гипсе. Ну, то есть, в основном, задняя поверхность бедра, но больше ахилл и голень. И в нашей команде, ну, допустим, последнюю игру я практически не играл, уже выходил под необходимостью, потому что у нас никому было играть, за 5 фолов сели. И, ну, будем говорить, на грани срыва своей, как говорится, голени. Сергей, цимбал, как раз он с коленом потом еле выползал. И потом так, как мы ехали с чемпионата, прихрамывая, и как бы, ну... Но, тем не менее, выходя на поле, я так понимаю, вы забывали о том, что у вас что-то болит. Ну, Сергей точно забывал, ну, по крайней мере, внешне. Но я не мог внешне, так говорится, показать, что я забыл, потому что приходилось почти на дно ноги прыгать. Вот, поэтому... Ну, при такой нагрузке в этом месяце, вы сыграли 14 игр, из них 14 побед. Как это объяснить? Ну, мы севастопольцы. Как это? Это только так можно объяснить. Игра в тяжелом месте и мастерство. Тренировки постоянные тоже проходят на ряду? У нас постоянные тренировки. Мы тренируемся 3 раза в день обязательно. Ну, как бы, 3 раза в неделю, извините. Вот, но иногда было перед соревнованием мы проводили небольшие, так называемые, сборы. То есть, бросковые, там, питание. Ну, в общем-то, старались подготовить себя. Поэтому, наверное, и вышли вперед. Теперь отдых. Кратковременно. Когда следующие соревнования? Теперь лечение. Отдых. И мы сейчас готовим документы на 20 августа для поездки на чемпионат мира в Америку. Но там есть сложности, знаете, какие. Значит, возможно, что мы получим визу, возможно, что и не получим. То есть, поэтому, в общем, такой спорный вопрос с нашей поездки. А так у нас, значит, будет в Севастополе в начале сентября месяца чемпионат России, финал лиги МЛБЛ. Мы любим баскетбол. Да, мы любим баскетбол. Это серьезная лига именно любительских команд. То есть, там не профессионалы. Те, кто не участвуют в профессиональных чемпионатах, они именно участвуют в этой лиге. И как раз финал мы победили, значит, в Севастополе, в Крыму. Значит, и мы тоже вошли в эту финальную стадию. Значит, и финал будет проходить как раз в Севастополе. Это достижение тоже. Нас поверили в Федерация баскетбола. В субботу у нас будет Олимпийский день. И традиционно праздник пройдет на Приморском бульваре. Будут награждать спортсменов, которые больше всего отличились в первом полугодии. Я так понимаю, вы там тоже будете, вас тоже будут награждать? Ну, если меня будут награждать, для меня это новость, которую я сейчас услышал. А так, в Олимпийский день мы, дети 2000 года и младшие, между Дворцом пионеров и Инбюмом, значит, мы выставляем баскетбольные конструкции. И там будем проводить турниры 3 на 3. Стритбол, так называемый. Интерес к баскетболу в Севастополе есть среди молодежи? Интерес есть, но мы хотим его расширить. И лично сегодня мы встречались с директором спортивной школы, которая культивирует баскетбол. И выстраивали программу для развития именно детской платформы. Баскетбол, а я считаю, что баскетбол должен не от высших команд, высшего уровня развиваться, а именно от фундамента детей. И мы хотим сейчас, и идем по этому пути, не только хотим, а идем уже по пути, значит, развития женского баскетбола. Потому что в прошлом наш женский баскетбол, девичий, да, вот с девочек хотим начать. В прошлом наш женский баскетбол были замечательные тренеры, заслуженные тренеры Украины, Самсонов, Юр, Шевцов, Березовский. То есть это те тренеры, которые подготовили даже участников Олимпиады. Наши севастопольские девочки, Садовникова такая, она была участником Олимпиады. И они были неоднократные чемпионы Советского Союза даже были. И Украины постоянно чемпионы были. То есть у нас очень на высоком уровне был женский баскетбол. Но с уходом этих всех тренеров по разным причинам, Самсона Сергея Георгиевича уже нет живых. И мы осенью традиционно проводим Кубок Самсонова. Он тоже у нас будет проходить на Мусоне. Поэтому развиваем баскетбол. И популярность растет. Мы это видим от высказывания родителей, от тех, кто встречает. И благодаря за то, что мы занимаемся этим. А что развивает этот спорт? Что в принципе в нем важно? Я так понимаю, что не только рост. Характер. Прежде всего, да. Я думаю, характер, желание, возможность подвигаться. Это какая-то альтернатива другим видам спорта. Здесь проявляется командный дух, сила воли, сила к победе. Благодаря чему вы спрашиваете, мы победили. Мы победили благодаря этому. Воля к победе и сила духа. Это то, чем хорошо на севастопольской земле проявляется. Почему все это происходит. И это все дает баскетбол. Баскетбол называют шахматами в движении. В отличие от футбола. То есть, кроме того, что ты умеешь бегать, прыгать, тут еще нужно думать. Расчет. Ну, ответ мы севастопольцы. Он немножко обидел наших друзей на футбол. В отличие от футбола, там тоже шахматы. Там тоже надо думать. Но я считаю, что в баскетболе, как говорится, все виды спорта, в общем-то, соединены. Там метание и легкая атлетика и прыжки. Ну, то есть, очень интересный вид. Особенно детям и взрослым. Ну, всем нравится, когда вот он забивает, когда он попадает. Когда вот в кольцо попадает. И это действительно приятно. Это азарт происходит. Да, как в десяточку. Я не зря упомянула об Олимпийском книге. Давайте посмотрим ролик конкретно о его программе. Внимание на экран. Олимпийский совет города Севастополя и управление по делам молодежи и спорта города Севастополя представляют. 26-й Всероссийский олимпийский день, посвященный 70-летию победы и 35-летию 22-й Олимпиады в Москве. В программе мастер-классы спортивных школ и федерации города Севастополя. Матчевая встреча по боксу «Город и флот едины». Турниры по большому теннису, волейболу и бадминтону. Дефиле каяков и яхт в акватории Севастопольской бухты. Присоединяйся. Будь с чемпионами. 27 июня. Приморский бульвар. 11.00. Одна страна. Одна команда. На этой спортивной ноте давайте завершим наш эфир. Спасибо, что пришли к нам еще раз с победой. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин